Реклама двигатель торговли. Эту истину, пожалуй, знает каждый. Она давно стала неотъемлемой частью жизни и окружает нас, кажется, повсюду. На телевидении, радио, журналах и интернете. А наружная реклама является частью городского антуража. Естественно, реклама регламентируется множеством правил, с некоторыми из которых нам помогли разобраться в Управлении Федеральной Антимонопольной Службы России по КЧР. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что попробуем разобраться, что именно вообще считается рекламой. Ну, реклама представляет собой информацию, которая распространяется любым способом, в любой форме и адресуется неограниченному, неопределенному кругу лиц. Такую информацию делает именно рекламное наличие в ней объекта рекламирования. То есть продукта, которому формируется и поддерживается интерес на рынке для его продвижения. Наверняка есть какой-то вид рекламы, который запрещен. Что это за реклама? Какой вид рекламы запрещен категорически? Знаете, стоит отметить, наверное, в самую первую очередь, что в рамках рекламного законодательства вот есть виды рекламы, которые полностью запрещены, и есть определенные требования к рекламе. Если вот говорить о категорических запретах, здесь стоит отметить, это товары, которые запрещено производить и реализовывать на территории Российской Федерации. Это сюда относятся наркотические вещества, психотропные вещества, также это взрывчатые вещества, материалы. Сюда можно отнести торговлю человеческими органами обязательно. Это реклама товаров, которые не подкреплены государственными сертификатами, лицензиями, хотя они обязаны иметь таковые документы для своего подтверждения. Если говорить об интеллектуальной собственности, запрещена реклама услуг по написанию дипломов, запрещена, если брать интернет-пространство, это очень ключевой момент, сейчас очень активно применяется реклама законодательства на просторах сети, запрещена реклама оружия, реклама азартных игр и реклама алкоголя полностью запрещена в интернете. Вот реклама все-таки является частью конкуренции. Что может считаться недобросовестной конкуренцией в рекламе? Если говорить о недобросовестной конкуренции через распространение рекламы, здесь мы будем говорить сразу о нарушении двух законодательств. Это о защите конкуренции и о рекламе. Говоря о недобросовестной конкуренции в рекламе, стоит отметить, что здесь идет речь о рекламе недостоверной, то есть путем использования некорректных сравнений. Что это значит? Это когда рекламируемый товар сравнивается с товаром конкурента, при этом используются какие-то определенные некорректные сравнения, порочащие деловую репутацию конкурента. И в данном случае у потребителя создается впечатление, что данный продукт является лучше, чем другой, который уже существует на рынке. А что считается обманом потребителя? Более подробно раскрывает также ваш вопрос и то, что я говорила ранее относительно некорректных сравнений. О некорректных сравнениях хочется, наверное, здесь сказать о двух вещах, которые категорически запрещены. Это порочить честь и деловую репутацию своего конкурента. И второе – это в целом обманывать людей. В первом случае расширим немного эту тему с некорректными сравнениями. Нельзя использовать такие слова, как лучший, самый, самый, мы лучше, чем другие. Что касается прямого обмана людей, здесь первое – обязательно реклама должна содержать все обязательные требования, которые от них, который и выставил закон. В рамках применения рекламного законодательства их реклама должна соответствовать. Второй момент – нельзя ни в коем случае скрывать ключевые условия по акциям, по конкурсам. Сейчас очень это модно – проводить какие-то рекламные кампании, строя свою пиар-компанию на рекламе, акции и конкурсах. Очень важно все ключевые условия указать. Если мы конкретно рассматриваем принцип «нельзя обманывать людей». В рамках закона это регламентируется по принципу того, что любой рекламированный товар должен содержать всю обязательную информацию о себе. Второй момент – любая информация о конкурсах и акциях, она должна быть полной. Все условия, участие, потом последующего приобретения этого товара по акции, либо в рамках конкурса. И что самое главное, это, наверное, основной принцип двигателя недобросовестной конкуренции – это когда один производитель, рекламируя свой товар, заимствует рекламу, рекламную кампанию чужого бренда. Таким образом, у человека создается впечатление, что он приобретает товар другого бренда. То есть в недобросовестной конкуренции это называется копирование до степени смешения. То есть вы приходите в магазин, вы смотрите на товар и думаете, что покупаете совершенно другое. Но просто это рекламный ход и это нарушение. То же самое – это сравнение, которое доводит до степени смешения и точно так же может привести к недобросовестной конкуренции. Касаемо рекламных финансовых услуг, тут какие правила, какие запреты? Ну вот, если мы говорим именно, так скажем, тоже будет ответ вытекать из предыдущего вопроса, точно так же в обязательном порядке существуют требования, которые обязаны содержать рекламу финансовых услуг. Достаточно можно сказать, что в рамках закона реклама финансовых услуг банковских, страховых, она жестко регламентирована, потому что это нацелено на защиту доверчивых вкладчиков, на людей, которые не до конца разобрались во всех условиях финансовых продуктов. Первое и важное правило – любая финансовая реклама должна содержать точное наименование организации, все ее данные, либо же индивидуальный предприниматель, который предоставляет эти финансовые услуги. Основные требования, которые относятся к финансовой рекламе – то, что нельзя ни в коем случае применять в рекламе финансовых услуг, нельзя ссылаться на какие-то гарантии, которые может получить вкладчик в последующем случае, если что-то вдруг произойдет, то у вас будет какой-то доход. Второй момент – это нельзя скрывать какие-то условия оказания этих услуг. То есть, если хотя бы одно условие указано, обязаны прописать все, в особенности те, которые влияют на ключевые моменты, связанные с вкладами, с их последующей активностью, с их реализацией и так далее. Здесь еще важно сказать, что пропускается реклама привлечения в строительство жилья физических лиц, в случае, в особенности, если даже строительный объект не закончен. Сейчас это актуально стало очень. Если говорить о совместной работе Федеральной темонопольной службы и Банка России, наверное, одним из ключевых изменений, которое было еще в прошлом году принято, теперь при рекламе финансовых услуг все ключевые условия должны указываться равнозначно определенным шрифтом, определенного размера, одинакового, без использования каких-то графических условностей, каких-то графических приемов, хитрости, для того, чтобы непосредственно потребитель не обратил внимания на ключевое условие, пропустил его и в последующем попал в не очень приятную ситуацию с обманом. Давайте поговорим по рекламе алкогольной и табачной продукции. Как она рекламентируется? Вообще можно ли это рекламировать? Ну, реклама табачной продукции запрещена категорически. А что касается рекламы алкоголя, то она очень строго регламентируется в рамках закона и к распространению она запрещена в печатных изданиях, в обычных печатных изданиях для несовершеннолетних и, конечно же, подавно. Также это на радио, на телевидении, в кинотеатре, в общественном транспорте запрещена такого рода реклама. Реклама алкогольной продукции запрещена на рекламных баннерах, на рекламных конструкциях, все объекты рекламы, которые относятся к наружке. То есть к наружной рекламе. Также запрещена в детских, общественных, военных, культурно-развлекательных, медицинских организациях, местах и вблизи менее 100 метров от них. Также реклама алкоголя, как я и сказала, полностью запрещена в интернете. Какие требования к рекламе медицинских услуг? Честно говоря, такая, можно сказать, болезненная тема для региона. Часто мы сталкиваемся с рекламой медицинских услуг, которые нарушают закон. Здесь, наверное, хочется первое, что отметить. Это очень социально значимый такой болезненный вопрос, потому что медицинские услуги, медицинские препараты очень актуальны для людей всех возрастов. В особенности сейчас набирает обороты традиционная медицина. И здесь, наверное, хочется сказать о тех критериях, которые запрещены законом, как и ранее, пойдем от обратного. Значит, специальные требования к медицинской рекламе, они не допускают, чтобы реклама, как я и говорила, не обращалась, как и любая другая, как реклама алкоголя, к несовершеннолетним. Это очень важно. Реклама медицинская не должна ни в коем случае содержать с отсылки какие-то отзывы о том, что данное средство лекарственное приведет вас точно к излечению, либо что оно излечило уже кого-то из других потребителей. Также реклама медицинских услуг не должна ссылаться на свое преимущество. Здесь мы также касаемся факта некорректного сравнения. Преимущество о том, что проведены определенные научные исследования, и поэтому наш продукт лучше, чем любой другой. Следующий критерий, который запрещен в рекламе медицинских услуг, это очень важно не создавать у потребителя представление, что непосредственно этот препарат, либо эта медицинская услуга, она не имеет никаких противопоказаний. То есть, что она подходит и эффективно одинаково для каждого. У нас у всех разный организм, и любое составляющее вещество может вызвать либо аллергическую реакцию, либо любую иную. Точно так же реклама медицинских услуг не должна создавать у человека предположение, что ему не нужно обращаться к врачу, и он может пить этот препарат самостоятельно, то есть назначить его себе сам. И также обратно этому человек не должен предполагать, что у него вот точно есть какое-то заболевание, и именно этот препарат меня вылечит от него. Также хочется здесь акцентировать внимание на том, что сейчас очень активно идет реклама традиционной медицины. И важно отметить, что реклама медицинских услуг, медицинских препаратов, средств не должна создавать у человека впечатление, будто бы он покупает биологически активную добавку, либо пищевую добавку, которая не несет никакого лекарственного влияния, не оказывает здоровья как медицинский препарат, медицинская услуга. И еще один важный момент, это тоже в рамках естественной медицины, препарат, который рекламируется, либо услуга медицинская не должна создавать у потребителя представление, что он безопасен 100%, потому что он произведен естественным путем, то есть это натуральный продукт, потому что это также не является правдой, это также может вызывать побочные эффекты. Редактор субтитров А.Семкин